доброго времени суток зрители и членам гостям нашего канала с вами росси вы на канале роли game онлайн это рубрика геймплей летсплей и сегодня мы рассмотрим игру под названием дюна space war в общем стратегия в реальном времени с элементами менеджмента по известной многим известной вселенной вселенной дюны и у нас на выбор есть четыре фракции канонично четыре фракции это от рейдерсы харкона и контрабандисты и фримены я предлагаю вам сыграть начать играть за от рейдерсов хотя давайте для приличия конечно же рассмотрим вообще какие у кого есть бонусы плюшки значит бонусы в фракция трейдерсов могут использовать способность мирной аннексии другие фракции не теряет авторитет из-за договора с вами высокое положение в ланце ради это как типа совета приносит больше преимуществ но не могут грабить нейтральное поселение арконы могут использовать способность подавления в поселениях раконов может применять очернение на восстановление ланстрада выбранная фракция теряет положение плюс 5 процентов к производству ресурсов в поселениях до каждого действующего отряд ополченцев и минус 10 процентов производства ресурсов в поселении значит когда бандисты могут устанавливать него и штаб поселениях противоположных фракций могут назначать награду за постановление открывает важные места черный рынок ограничить доступ к взраду у фрименов тоже нету доступа к совету боевые единицы получать на 30 процентов меньше 30 процентов расходу припасы могут заключать союзы с сетчими за пределами вашей территории и могут использовать манки колотушки для езды на червях я думаю все помнить чревее которые появляются от вибрации специальных рвейстеров которые собирают спайс так значит дом отрядов обязан своей бездопречной репутации жесткому на справедливом управлению его главы по указу императора отрядов и только что приняли в свои руки управления ракетом им предстоит многое сделать чтобы установить там свою власть после харконов так можно выбрать двух советник значит голос леди джессика позволяет вам навязать договор другим фракциям используя влияние исследователь получаемое значение связи с и человечество то процентов минус 10 процентов так это необходимо для аннексии поселений у ваших агентов появляется несколько дополнительных свойств ваши последние получать 22 процентов производства ресурсов на два дня и оружейный мастер открывать боевую единицу ополченцы ветераны боевые единицы начинают с уровнем на один больше значит я бы взял себе исследователя наверное нет наверное шпионов и оружейного этого начать поиграем в игру совсем немножко просто посмотрим что здесь вообще происходит я думаю в принципе многие увидели но не знаю я на нее наткнулся решил вам показать я в нее чуть-чуть прошел обучение скажу сразу правду ну их должен выходить немножко ориентироваться хотя вы знаете сколько я не пытался в нее играть в незаписи мечта за всех постоянно меня разваливали и так перед нами значит карта а ракется у нас в данном случае вот доступно наше поселение а ракен в нем мы пока ничего не можем стать пока не достигнем гемонии двух тот вот наши герем они точных 2000 на 6 гемония 200 значит пряностей он же спайс он же то как называется в каком переводе и то где прочитал у нас 0 значит золото у нас одна тысяча и плюс 28 добычи плац крит это грубо говоря ресурс для строительства универсальный материал кадры это кого мы можем нанимать в нашу армию ну понятно вода куда же без воды в пустыне наш авторитет положение в совете и топливный элемент топливный элемент это главный источник энергии на рак и так помоги на мы берем наш орни топкер это грубо говоря как наверно али коптер не знаю в общем отправляем его на разведку я уже вижу что тут у нас есть спайс который мы сможем добывать поле пряностей это хорошо но для того чтобы здесь начать добычу нам нужно нейтральное поселение примкнуть к себе и так начала работы подробности наша главная задача наладить добычу пряностей следует найти поселение в регионе где есть поле пряностей можно шли следует так в поисках пряностей предъявительные условия разведана 0 из одного поселения регионе где есть поле пряностей хорошо подтвердить понятно я снова следуем так по военному делу началась из пехотинец до 10 процентов силы за каждый баланс полученных союзной единиц и есть у нас рейджер союзной боевой единицы такую еще одну цель получает плюс 5 процентов силы хорошо мы возьмем себе и пехотинцев и рейджеров это у нас стоит денег и это у нас стоит кадров есть подтвердить мы нашли вот поселение значит местная я не буду коверкать как бы слова все равно это не назову сила ветра 2 здесь напомню что влагу здесь добывается путем установки влаговы ловителей который ветер как бы чем сильнее ветер тем лучше будет производства воды влаги воды соответственно так войска наши готовятся мы отправляем нашего хлопца в авторазведку пускай летает смотрит значит это поселение охраняется двумя отрядами ополченцев сейчас мы пойдем вместе демократию для того чтобы лучше было не сидим акратию возьмем еще один отряд наймем ведь такие вот наши ребята с дубинками вот прям видно что они готовы нести демократию и это же конечно наши стрелки сейчас уже почти готовы пехотинцы грозные противники в ближнем бою с поддержкой специализированных боевых единиц они становятся еще сильнее ну вот наша специальная боевая единица принципе мы нашими отрядами в 2 в 2 уже бы могли бы сыграть но чем больше войск нападает тем меньше потерю нападающих логичность так путь власти теперь вам понадобится войска чтобы заходить это последнее которое мы заметили возле поле пряностей после 2 будешь единицы вы конвертируете 1 поселение в регионе где есть поле пряностей хорошо сейчас мы это и сделаем опять же на содержание войск на содержание всей оборудование нас снимаются салари это типа аналог монет валюты и помимо всего этого мы должны платить в имперский налог мы должны платить еще и пряности то есть император посылая нас сюда на эту чудную планету аракис заставляет нас платить дань за то что мы находимся в империи но это не только мы платим это конечно еще и аркона и владимир владимир харкона так давайте несем демократии тем более если ближняя как я понял по логике дерутся с бренджевыми отрядами то ближе им не поднять не силы как наваливают по что живого отряда ней как бы не готовы к такой схватке и поэтому это получается просто избиение и это победа так значит мы можем с этим поселением сделать следующее данном случае просто анонсировать также можно грабить можно так далее ведь подальщиков 22 центра 20 тонярий за каждую вражескую единицу погибшую на союзной территории если бакси водичку затраты 5 воды она тратит паритета хватает нам изгиб утеса сила ветра 2 здесь есть пряность самое главное чему что вообще принципе припирались итак постройках слота лишь нас есть экономика у нас есть военное дело и политика в данном случае нам по экономике нужен очистительный завод этот который будет добывать нам пряность ставим его здесь так но оптиме под контролем есть такое дело следует а разработки у нас еще есть целая ветка разработок курс выживания композитные материалы 15 процентов стоимости на не построек давайте мы ждем развиваемся в такая экономическую отрасль поэтому будем заниматься этим так наши слоты освободились думаю можно пойти войну честь вот тем ребятам здесь мы также можем нанять и ополчение которое будет охранять данное поселение не больше трех постройках есть дополнительные слоты после этого кислоты можно увеличивать с помощью плоскрита не думаем от этого не дойдем видите как уже неплохо разведал наш коптер вот кстати есть перерабатывающий завод редкие компоненты здесь находится знаете тогда давать лучше сюда нападем эта часть уже видеть объединилась нашим главным городом в любом случае кого-то нужно поставить на полченцы ветераны 400 копеек они стоят 1 по 50 давайте просто обычных ребят набрём напоминаю что помимо нас еще есть три фракции которые тоже занимаются присоединением территории и добычей шоу бой здесь тоже будут обеда добыть легко но его harvester наш поехал я так думаю и читаю очень работать что лет так подтвердить хорошо зато пряностей значит добыча пряностей построить очистительный завод в поселении которую мы обнаружили около пряностей ну хорошо я завод уже построил не хочет только добывать я не знаю задействовать что не могу понять он прилетел за ним транспорт который доставит его на добычу и так мы можем нам хватает чтобы это поселение взять мы его возьмем звание думаю уже выполнилась нет еще пока не выполнилось хорошо кстати вот эти ребята вот эти ребята они могут оседлать червя на нем очень быстро передвигаться точно эффектно классно смотрится за них пробовал играть в моем случае мне тогда не получилось не портанула опять же сметит удачно появились здесь есть минерал который тоже повышает добычу плосквита блин просто отличный старт это все постоянно рандомно делается это классно реально классно так что здесь сила ветра 5 вот здесь будет отлично нам поставить вот они ветряная ловушка плюс 3 к воде за уровень ветра в регионе здесь ашона h5 поэтому обязательно сюда мы поставим хороший старт утром бери продолжай играть в этой группе записи потому что до этого мне что-то не очень получалось ну то бы знаете я поначалу там классно развивался тоже там все захватывал в общем там аннексировал строил строила потом у меня были большие проблемы с имперским налогом потому что я не успевал собрать пряности у меня начинают проблемы с салариями не знаю что они так что они поделали не знаю но в общем такая была не ситуация так пристать производства ресурсов последний за каждую постройку на пыльной ячейке из-за здоровья ко всех построек давайте вот это тогда тут у нас еще есть шпионаж но пока у нас еще не открыт можно обетку шпионов чтобы они работали в конкретном направлении или против империи или против какого-то конкретного игрока ну в общем классно ребят любителям стратегии обязательно поиграть и почему бы и нет смотрите вот здесь сейчас не могу потому что мне не хватает воды у меня не хватает третит авторитет я ну а пока наши войска там стоят так вот свободный агент то что я рассказывал что мы можем кинуть на конкретное направление фракции или же на изучение конкретной раке со космической гильдии внедрение в кам и так далее что нам даст здесь авторитет разве данные кадре плюс 2 разве данные салари наверное давайте авторитета нам не хватает мы его сюда нас также есть контрразведка операции на операции можно выдвигать там тоже специально потом за этой плюшки получать прикольно очень прикольно сделано так 50 летом для аннексии надо сколько 54 контракт скоро истекает хорошо объем пряности которую вам предстоит выплатить империи осталось пять дней мне нужно 80 меня пряностей 71 так 72 нормально я думаю успею человеке пишу эти не вот надо 54 о все здесь есть забираем построилась наш уловитель влаги и на ветра здесь тоже хорошая сила ветра надо будет поставить так а здесь тогда поставим киловетра мы поставили теперь нужно поставить топливный элемент воприко топливных элементов вас creed нет краски это у нас там вот поставить поставить тогда наверно вот так топливный элемент так а тут мы поставим фабрику что рядом у нас есть обнаружен налет рядом с так на нас нападают нейтральная фракция кочевники они хотят отбить поселение для того чтобы опять она стала нейтральным ну я думаю один отряд наши ополченцы должны справиться не будем вести сюда войска до ополченцы справятся сами хотя наши войска уже освободились видите хорошо что у нас здесь есть охрана пока бы мы свои регулярно войска сюда бы привели то уже бы наверно поселение потеряли и тем самым потеряли бы ну а как не заплатить стоп-стоп-стоп-стоп-стоп подсчета пряностях а ну все у нас выплаты будет нормально осталось 0 не думаю мы выплаты сделаем все будет нормально поэтому обязательно учтите что лучше конечно какую-то охрану оставлять вы успешно совершили выплаты по контракту ваше положение улучшилось все хорошо успели как всегда еще можно дополнительных людей но это нужно изучить так ресурсов чего не хватает мне не хватает и кадров с кадрами мы решим кадры это нужно но совет так решение что тут у нас в совете значит военная служба 50 процентов стоимостью бок единиц контроль над водой обязуют выплатить налог 5 лари за каждую доступную единицу вода у нас кстати большинство влияния ничего пока здесь не будем потом это только они выставляют проекты на рассмотрение потом империи требует 170 146 уже империя наращивает обороты ребят так они хотят чтобы вы прогнулись под них но это будет уже внезаписи в общем вот такая вот игра спасибо за просмотр ставьте лайки дизлайки оставлять свои комментарии здесь появляется череп или мне кажется нет мне кажется и это хорошо автоотзыв если что чтобы он забрали спасибо всем пока и до скорых встреч